уже история для серьезных парней 150 200 миллионов можно построить вот такую линейку это мы на производстве тротуарной петли партнерных камней кто угадает куда двушка и зачем пятерка давайте 5 мы если же не играть всем привет на канале березовский и этот выпуск будет как вы видите на российском национальном конгрессе кардиологов шутка на самом деле мы на бетонном форуме всероссийский форум 2024 года город санкт-петербург на форуме представлены производители бетонного оборудования производители железобетонного оборудования и все что смежное бетонные заводы вибропрессы тротуарная плитка жбы и архитектурный бетон газобетон и так далее будет интересно для тех кто собирается запустить свой бизнес я буду общаться с на стойках с производителями оборудования для тех кто хочет запустить свой первый бизнес или у него уже существует уже бизнес и хочет попробовать что-то другое так как у меня аудитория основная то транспортники для вас это будет особенно интересно я всегда пропагандирую историю что если у вас есть свой транспорт пытайтесь сами загружать его работы Пытайтесь находить сами, инициировать работу для своего транспорта. То есть либо вы становитесь под завод и начинаете продавать там условно, если вы возите больше всего кирпич, пытайтесь продавать сами этот кирпич. Не давайте эту комиссию для другим агентам, сами зарабатывайте эту комиссию. А уж тем более, если у вас есть возможность, ресурс в своем городе поставить станок условно вибропресс либо газобетон и сам его и производить, и возить, это вообще бинго история. Я здесь по своим делам, как раз по своим бетонам. Вы знаете, что я поставщик, что у нас компания поставщик тротуарной плитки в Москве Московской области. Я здесь по своим делам по-питерским, потому что мы расширяем географию и на Санкт-Петербург, и в дальнейшем на остальные регионы, и заодно мы пообщаемся здесь с поставщиками оборудования. Вы пришли на стойку Рефей. Рефей, как его зовут? Сергей. Сергей, мне Артем, очень приятно. Сергей, у меня такой вопрос. Есть ли у вас все линейки, я знаю, что они есть, для такой старт-пакет для начинающего предпринимателя? Если мы говорим про метровую зону, то есть метровая зона формования изделий. Почему метровая зона? Она позволяет делать и дорожные бордюры, метровые, по ГОСТу идут бордюры метровые. То есть дорожные бордюры, тротуарные поребрики, ну и плитку, и блоки, это уже все станки производят. Самый бюджетный вариант в метровой зоне формования, это ручной станок, который называется Рефей РАН 1000. Цена самого бюджетного варианта 1 миллион 948. Сколько людей работает? 2 миллиона? 2 миллиона рублей, в эту цену входит непосредственно сама формующая машина, сам вибропресс, маслостанция, пульт управления и одна матрица. То есть это сама машина. А бетонный завод? РБУшка, это уже отдельно. Какая РБУшка, какая мощность? Ну, здесь можно смеситель поставить минимум на 350 литров. 0,35 по загрузке, да, 280 литров готовой смеси. Здесь у вас будет один оператор на смесителе, и по транспортеру эта смесь будет перемещаться вибропресс, и уже Европресс отформовывает изделие. Три человека минимум. Извините, а вы РБУ тоже предоставляете? Да, конечно. Это ваш РБУ? Да, конечно. К нему РБУ самый минимальный какой будет стоить? Если вот рассматриваем вариант бетоносмеситель транспортера Европресс, 2,760. 2,760, то есть сейчас мы получаем, например, плюс формы, плюс поддоны, где-то 5 миллионов рублей. В организации производства, если мы говорим вообще организовать бизнес свой, приобретение оборудования это процентов 50 ваших инвестиций. То есть нужно еще сразу же умножать на 2, это будет уже конечная точка. Помимо оборудования вы должны сделать фундаменты. Под пресс. Под пресс. Потому что он стоит, да. Виброизолированный фундамент. Парилка. Пропарочная камера, да, конечно. Но если вот про бюджетные варианты говорить. Там можно без парилки, я знаю, их накрывают просто полиэтиленом. Можно теплицу парник сделать. Парник. Можно из пленки, из поликарбоната сделать замкнутое пространство. Этот цемент первые 2 часа, когда в реакцию вступает, он сам выделяет тепло и влажность. Можно сказать, что за 7 миллионов можно запустить такой бизнес? Да, конечно. 7 миллионов. В учетом инертных материалов, форм. Если у вас свой цех и не нужно... Да, не берем в расчет аренду. То 7 миллионов, да, конечно. 7 миллионов достаточно. Теперь смотрите, 7 миллионов рублей. Сколько людей работают на линейке? 3 человека минимум. 3 человека работают на линейке. Сколько может делать выручку такой? Ну, давайте в изделиях. Давайте в самом дешевом, на 2 серых бордюров. Если у вас 3 человека... 3 человека, одна смена 8 часов. Смена 8 часов, 150 бордюров, больше вы не вытянете. 150 бордюров, давайте считать среднее, Москва и Санкт-Петербург. Цена за бордюр дорожный стоит, допустим, 550 рублей. Вот считаем 150 на 550, это выручка дневная, одна смена. Берем 7-8 месяцев работы, потому что если нет парилок, невозможно производить круглый год. То есть это только должно быть утепленное помещение, плюс подогрев инертных материалов, иначе будут комки льда, и продукция в общем не получается. 6-7 месяцев точно можно производить, 8-й месяц уже под вопросом. Еще нужно оборудование обслуживать. 7 миллионов запускаем в свой бизнес, выручку, вот примерно умножаете 22 дня на 150 бордюров, на примерно 550 рублей, это самая дешевая продукция, можно там делать цветную, ну там уже чуть-чуть, вот эта выручка. И считайте, сколько можно было зарабатывать. А теперь если сделать еще один шаг, не самую дешевую. Я могу откомментировать? Да, пожалуйста, конечно. Нужно, нужно, я же говорю, я обывательский, вы все-таки... Я понял, если человек занимается бизнесом по-серьезному, он работает круглый год. Мы озвучили проблему, то что да, работа осенью, зимой, когда минусовые температуры, материал инертный, он замороженный, то есть его нужно отогревать. Но такой проблемы нет, например, если производить стеновые блоки. И, как правило, 90% производителей, которые работают круглый год, они стеновые блоки делают на склад, и делают их зимой. То есть стеновой блок не требует отогрев материала, даже если что-то там, лед попал, еще что-то в стеновой блок, он будет нормально себя... Тогда я вас прокомментирую. Стеновые блоки, все хорошо, но это больше для регионов. Москва, например, в Москве зайти со стеновыми блоками на Рюфее вне конкуренции. Нельзя конкурировать. Но мы говорим про малоэтажное строительство. Малоэтажное строительство возможно, цена будет неконкурентная. У нас в Москве сильно большая конкуренция на Вибропрессе, их очень много там. И там с Рюфеем на стеновых блоках, я знаю, сколько он будет выдавать, не дашь эту конкуренцию, лучше зимой закрыться. Как по мне? Ну, возможно, да, вы правы именно по Москве, но по регионам такая ситуация, что когда начинается сезон, стеновые блоки всем нужны. То есть это не тротуарная плитка, которая своих размеров, своих цветов, да. Стеновой блок, он везде одинаковый. И, как правило, по щелчку, когда одновременно везде сезон открывается, начинается строительный, эти блоки или сразу 2-3 месяца очередь нужно ждать, или еще какие-то нюансы. И в этом случае, когда ты работаешь на складе, делаешь блоки, зимой блоки, летом плитка бордюры. Вообще один из важных вопросов. Не пошел бизнес. Взяли ребята, не пошло. Что делать? Мы завод-производитель. Мы производим новое оборудование. Есть мои заказчики, которые, например, берут оборудование под конкретную задачу, под конкретный проект. То есть строят микрорайон небольшой, либо им нужно постелить плитки, произвести плитки 100 тысяч квадратов. Они под себя покупают? Под себя покупают оборудование. Проект все закрывает, закончили. И говорят, мне нужно продать оборудование. Но тот момент такой. У нас завод, мы производим оборудование. Вы в частном порядке как-то помогаете реализовать или нет? Я единственное, что... На Авито реально продать это оборудование? Наш главный, по линейке оборудования в бюджетном сегменте, если мы говорим про ручные станки, полуавтоматические станки, основной наш конкурент это Авито. Авито. Иногда люди покупают мечту. Они считают, что я купил станок, все, вот они мои карманы, деньги, деньги, давай сюда. Это надо работать. То есть любой бизнес, и вот этот бизнес, это непростой бизнес. Но тот, кто работает, он работает. По ГОСТу 2017 года Рифей может производить? Бордюр дорожный. Бордюр и плитку. Конечно, конечно. По ГОСТу 2017 года. У меня вопросов больше нет. Я рад вас за консультацию. Взаимно. Ребята, кто хочет первое, вот мы сами начинали производить. Я сам на первую, моя работа, вообще карьера началась. Мы работали сначала на Рифее, потом перешли на польский станок UF-051, что примерно по уровню одно и то же было на тот момент. Сейчас я не знаю, как. Советую для начинающих. Контакты будут внизу. В целом можно зайти на сайт. Я могу, в принципе, еще больше добавить. Если вы рассматриваете приобретение бизнеса, можете найти меня также в Ютьюбе и во всех соцсетях Ковшевников Сергей. Ковшевников Сергей. Ковшевников Сергей. Подписывайтесь на Ютьюб-канал, на соцсети. Я думаю, что вы проведете с консультацией, кому надо, расскажете про все вопросы. Очень важный проводник в этом. Вообще в любом бизнесе. В этом особенно, потому что это для незнакомого человека. Это все кажется только, значит, когда говорят, там, тротуарная плитка, там есть деньги точно. Ну, знаете, вот эти все клише. А клише эти все не работают. Когда ты приходишь сюда в реальный бизнес, это все по-другому. Поэтому нужен проводник, обращайтесь, вас проконсультируют, расскажут. Еще небольшой комментарий можно. Часто заказчик, когда звонит, говорит, что я хочу производство. Какая требуется производительность? Он говорит, чем выше, тем лучше. Я говорю, ну, слушай, смотри, стеновой бордюр весит 100 килограмм. 100 килограмм инертных материалов и цемента, все вместе. Ты хочешь производить, например, тысячу бордюров. То есть 100 килограмм на тысячу, сколько ты материала за смену должен будешь через себя обернуть. И заказчик уже начинает задумываться физически, он может такую оборачиваемость материала произвести или нет. И мы уже начинаем корректироваться. То есть обязательно общение. И то, что Авито это есть, да. Но на Авито человек не получит консультацию. Он увидел цену, он увидел оборудование, загорелся. Но по факту может получиться так, что этот станок ему физически вообще не нужен. О чем речь? Например, метровая зона, и мы про метровую зону мы с вами говорим. Это самые большие, самые дорогие станки. Но человек, например, он хочет производить ротуарную плитку. Ему не нужны поребрики, не нужны бордюры. Ему нужна плитка. Ну и блок стеновой нужен. Мы можем рассмотреть станки меньшей зоны формования. Там 80 сантиметров, 60 сантиметров. Это будет намного дешевле. Это будет намного дешевле. 30 процентов это может экономить. И чем меньше станок, тем меньше затраты в организацию производства. Начинайте с рефея. Вообще свободно можно, рекомендую. Бюджет. То есть если обожжетесь, обожжетесь не так сильно, как обожжетесь, например, на Хессе. Я ничего плохого про Хесс не говорю. Про Топверк есть свои плюсы и минусы. Но там самый большой минус в Топверке, например, это будет бюджет. То есть если вы заходите, вы должны быть максимально уверены о том, что у вас будет беспрерывный поток заказов и беспрерывный будет завод работать. Если хотите, чтобы не обожжеться сразу на старте, пожалуйста, с рефеем связывайтесь, получите консультацию. На этом пока все. Был рад. Спасибо вам. Так-то в какая среднее время, так-то сколько продукции код не было, сколько было эффектной продукции. Дальше там детализация по... А тут уже история для серьезных парней. У кого есть 150-200 миллионов, можно построить вот такую линейку и 10 лет, не знаю, 5-6 точно лет отбивать ее, а потом просто забыть о проблемах навсегда. Это мы на производстве тротуарной плитки партнерных камней, вибропресс самый большой, 2000-й, немецкий, еще те, которые собирались с немцами. Вот такой вот завод. Но это, я говорю опять, это для серьезных парней, которых есть много денег, куда ищут, куда вложить. Оля, а там вот выходит. Переплакив. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы не успели со всеми переговорить, потому что приехали в последний день У нас было много здесь встреч Но поговорили с двумя основными, с кем я хотел поговорить Это с китайской компанией, с российской производительной вибропресс Потому что это максимально, кто подходит для первого бизнеса Кто хочет производить тротуарную плитку, стеновые блоки, бордюрные камни и так далее Чтобы перевозить это на своей технике Обратите на это внимание Если я нужен буду в этой теме, я в этом работаю очень давно Могу тоже много чего в этой истории подсказать вам Кто все еще думает, что-то напрямую к войс 1 бизнес, который хочет попробовать что-то другое Если кто-то смотрит это как инвестицию Если кто-то только думает и задумывается о первом своем бизнесе История с тротуарной плиткой Она только на стапе зарождения вообще в России У него еще очень большой рынок, куда двигаться Конкуренции нету от слова совсем Да, есть большие игроки, но это не настолько Они не закрывают весь рынок Но даже там, не знаю Рынок сейчас-то, я думаю, там покрыт процентов Может быть на 20-25 Наверное, даже меньше Как выставка? Не знаю, как-то не было времени сосредоточиться на... Может быть мы там по своей программе двигались Может что-то еще надо было посмотреть важное Что-то новое для себя Но я спросил про лего кирпич Не было его здесь Это не новое Это хорошая забытость На самом деле мы на этой выставке первый раз Но очень полезно Очень много знакомых имен Приятно, что нас тут знают, узнают Когда видят там табличку Либо когда знают, говорят, что еще один бордюр Знают, где мы, что мы, на чем мы работаем Это, конечно, приятно Но как бы и... Сколько? Семь лет работы тоже, да? Не воробей накакал Быстренько мы смотались Следующая поездка Кто угадает, куда? Двушка на карту Я могу участвовать? Нет, ты не можешь участвовать Те, кто знают заранее, нельзя участвовать Следующая командировка Кто угадает, куда? Двушка А если угадает, куда и зачем? Пятерка Давайте Пять тысяч Ну, это будет сложнее угадать То есть, куда? Тут более-менее Мне кажется, возможно угадать А если вы угадаете, куда и зачем? Едем и в этом же составе То Пятерочка с меня на карту Всем Good Bye